Завтра мы с ними разделаемся, дорогая Я не знал тогда, что за этим последним моим обедом в культурной обстановке последуют ужасные, необычайные события 8 в пятницу вечером Самым невероятным из всего того странного и поразительного, что произошло в ту пятницу, кажется мне полное несоответствие между неизменностью нашего общественного уклада и началом той цепи событий, которая должна была в корне перевернуть его Если бы в пятницу вечером взять циркуль и очертить круг радиусом в 5 миль вокруг песчаного карьера возле Уокинга, то я сомневаюсь, оказался ли бы хоть один человек за его пределами, кроме разве родственников стента и родственников велосипедистов и лондонцев, лежавших мертвыми на пустоши, чье настроение и привычки были бы нарушены пришельцами? Разумеется, многие слышали о цилиндре и рассуждали о нем на досуге, но он не произвел такой сенсации, какую произвел бы, скажем, ультиматум, придявленной Германии Полученная в Лондоне телеграмма бедняги Гиндерсона «Развинчивают цилиндра» была принята за утку Вечерняя газета послала ему телеграмму с просьбой прислать подтверждение и, не получив ответа, Гиндерсона уже не было в живых, решила не печатать экстренного выпуска Внутри круга радиусом в пять миль большинство населения ровно ничего не предпринимало Я уже описывал, как вели себя мужчины и женщины, с которыми мне пришлось говорить По всему округу мирно обедали и ужинали, рабочие после трудового дня возились в своих садиках, укладывали детей спать, молодежь парочками гуляла в укромных аллеях, учащиеся сидели за своими книгами Может быть, о случившемся поговаривали на улицах и судачили в пивных Какой-нибудь вестник или очевидец только что происшедших событий вызывал кое-где волнение, беготню и крик, но у большинства людей жизнь шла по заведенному с незапамятных лет порядку Работа, еда, питье, сон, все, как обычно, точно в небе и не было никакого Марса Даже на станции Уокинг, в Харселле, в Чепхеме ничто не изменилось На узловой станции Уокинге до поздней ночи поезда останавливались и отправлялись или переводились на запасные пути Пассажиры выходили из вагонов или ожидали поезда, все шло своим чередом Мальчишка из города, нарушая монополию местного газетчика Смита, продавал вечернюю газету Громых они и товарных составов, резкие свистки паровозов заглушали его выкрики о людях с Марса Около девяти часов на станцию стали прибывать взволнованные очевидцы с сенсационными известиями, но они произвели не больше впечатления, чем пьяные, болтающие всякий вздор Пассажиры, мчавшиеся к Лондону, смотрели в темноту из окон вагонов, видели редкие взлетающие искры около Харселла, красный отблеск и тонкую пелену дыма, застилавшую звезды, и думали, что ничего особенного не случилось, что это горит вереск Только на краю пустоши заметно было некоторое смятение На окраине Уокинга горело несколько домов В окнах трех прилегающих к пустоши селений светились огни, и жители не ложились до рассвета На Чепхимском и Харселском мостах все еще толпились любопытные Один или двое смельчаков, как потом выяснилось, отважились в темноте подползти совсем близко к марсианам Назад они не вернулись, ибо световой луч, вроде прожектора военного корабля, время от времени скользил по пустоши, а за ним следовал тепловой луч Обширная пустошь была тиха и пустынна, и обугленные тела лежали неубранными всю ночь под звездным небом и весь следующий день Из ямы слышался металлический стук Таково было положение в пятницу вечером В кожный покров нашей старой планеты Земли отравленной стрелой вонзился цилиндр Но яд только еще начинал оказывать свое действие Кругом расстилалась пустошь, а черные, скорченные трупы, разбросанные на ней, были едва заметны Кое-где тлел вереск и кустарник Дальше простиралась узкая зона, где царило смятение, и за эту черту пожар еще не распространился В остальном мире поток жизни катился так же, как он катился с незапамятных времен Лихорадка войны, которая должна была закупорить его вены и артерии, умертвить нервы и разрушить мозг, только начиналась Всю ночь марсиане неутомимо работали, стучали какими-то инструментами, приводя в готовность свои машины Иногда вспышки зеленовато-белого дыма, извиваясь, поднимались к звездному небу К одиннадцати часам через Харселу прошла рота солдат и оцепила пустошь Позднее через Чепхем прошла вторая рота и оцепила пустошь с северной стороны Несколько офицеров из инкерманских казарм уже раньше побывали на пустоши, и один из них, майор Иден, пропал без вести В полночь командир полка появился у Чепхемского моста и стал расспрашивать толпу Военные власти, очевидно, поняли серьезность положения К одиннадцати утра, как на следующий день сообщили газеты, эскадрон Гусар и около четырехсот солдат кардиганского полка с двумя пулеметами, Максим, выступили из Алдершата Через несколько секунд после полуночи толпа на дороге в Чертси близ Уокинга увидела метеорит, упавший в сосновый лес на северо-западе Он падал, сверкая зеленоватым светом, подобно летней молнии Это был второй цилиндр Девять сражений начинается Суббота, насколько мне помнится, прошла тревожно Это был томительный день, жаркий и душный Барометр, как мне сказали, то быстро падал, то поднимался Я почти не спал, жене удалось заснуть, и встал рано Перед завтраком я вышел в сад и постоял там, прислушиваясь Со стороны пустоши слышалась только трель жаворонков Молочник явился как обыкновенно Я услыхал скрип в его тележке и подошел к калитке узнать последние новости Он рассказал мне, что ночью марсиан окружили войска и что ожидают артиллерию Вслед за этим послышался знакомый успокоительный грохот поезда, несущегося в Уокинг Убивать их не станут, сказал молочник, если только можно будет обойтись без этого Я увидел своего соседа за работой в саду, поболтал с ним немного и отправился завтракать Утро было самое обычное Мой сосед был уверен, что войска захватят в плен или уничтожат марсиан в тот же день Жаль, что они так неприступны, заметил он Было бы интересно узнать, как они живут на своей планете Мы могли бы кое-чему научиться Он подошел к забору и протянул мне горсть клубники, он был ревностным и щедрым садоводом При этом он сообщил мне о лесном пожаре около Байфлицкого поля для гольфа Говорят, там упала другая такая же штука, номер второй Право, с нас довольна и первой, страховым обществом это обойдется недешево, сказал он и добродушно засмеялся Леса все еще горят И он указал на пелену дыма Торф и хвоя будут тлеть несколько дней, добавил он и, вздохнув, заговорила, бедняги отжил Ви После завтрака, вместо того, чтобы сесть за работу, я решил пойти к пустоши У железнодорожного моста я увидел группу солдат, это были, кажется, саперы, в маленьких круглых шапочках, грязных красных растыгнутых мундирах, из-под которых виднелись голубые рубашки, в черных штанах и в сапогах до колен Они сообщили мне, что за канал никого попропускают Взглянув на дорогу к мосту, я увидел часового, солдата кардиганского полка Я заговорил с солдатами, рассказал им о виденных мной вчера марсианах Солдаты еще не видели их, очень смутно их себе представляли и закидали меня вопросами Сказали, что не знают, кто распорядился двинуть войска Они думали, что произошли какие-то волнения в конной гвардии Саперы, более образованные, чем простые солдаты, со знанием дела обсуждали необычные условия возможного боя Я рассказал им о тепловом луче, и они начали спорить между собой Подползти к ним под прикрытием и броситься в атаку, сказал один Ну да Ответил другой Чем же можно прикрыться от такого жара? Хворостом, что ли, чтобы получше зажариться? Надо подойти к ним как можно ближе и вырыть укрытие К черту укрытия Ты только и знаешь, что укрытие Тебе бы родиться кроликом, снипи Так у них совсем, значит, нет шеи Спросил вдруг третий, маленький, задумчивый, смуглый солдат с трубкой в зубах Я еще раз описал им марсиан Вроде осминогов, сказал он Значит, с рыбами воевать будем Убить таких чудовищ, это даже не грех, сказал первый солдат Пустить в них снаряд, да и прикончить разом, предложил маленький смуглый солдат А то они еще что-нибудь натворят Где же твои снаряды? Возразил первый Ждать нельзя По-моему, их надо атаковать, да поскорей Так разговаривали солдаты Вскоре я оставил их и пошел на станцию за утренними газетами Но я боюсь наскучить читателю описанием этого томительного утра и еще более томительного дня Мне не удалось взглянуть на пустошь, потому что даже колокольни в Харселле и Чепхеме находились в руках военных властей Солдаты, к которым я обращался, сами ничего толком не знали Офицеры были очень заняты и таинственно молчаливы Жители чувствовали себя в полной безопасности под охраной войск Маршал, табачный торговец, сообщил мне, что его сын погиб около ямы На окраинах Харселла военное начальство велело жителям запереть и покинуть свои дома Я вернулся к обеду, около двух часов, крайне усталый, ибо день, как я уже сказал, был жаркий и душный Чтобы освежиться, я принял холодный душ В половине пятого я отправился на железнодорожную станцию за вечерней газетой Потому что в утренних газетах было только очень неточное описание гибели Стэнта, Гиндерсона, Аджилви и других Однако и вечерние газеты не сообщили ничего нового Марсиане не показывались Они, видимо, чем-то были заняты в своей еме И оттуда по-прежнему слышался металлический стук и все время вырывались клубы дыма Очевидно, они уже готовились к бою Новые попытки установить контакт при помощи сигналов оказались безуспешными, стереотипно сообщали газеты Один из саперов сказал мне, что кто-то, стоя в канаве, поднял флаг на длинной жерде Но марсиане обратили на это не больше внимания, чем мы уделили бы мычанию коровы Должен сознаться, что эти военные приготовления сильно взволновали меня Мое воображение разыгралось, и я придумывал всевозможные способы уничтожения непрошенных гостей Я, как школьник, мечтал о сражениях и воинских подвигах Тогда мне казалось, что борьба с марсианами неравная Они так беспомощно барахтались в своей еме Около трех часов со стороны чертси или Адлстона послышался гол, начался обстрел соснового леса, куда упал второй цилиндр, с целью разрушить его прежде, чем он раскроется Но полевое орудие для обстрела первого цилиндра марсиан прибыло в Чепхем только к пяти часам В шестом часу, когда мы с женой сидели за чаем, оживленно беседуя о завязавшемся сражении, послышался глухой взрыв со стороны пустоши, и вслед затем блеснул огонь Через несколько секунд раздался грохот так близко от нас, что даже земля задрожила Я выбежал в сад и, увидел, что вершины деревьев вокруг Восточного колледжа охвачены дымным красным пламенем, а колокольня стоявшая рядом небольшой церковки взваливается Башенка в стиле минарета исчезла, и крыша колледжа выглядела так, словно ее обстреляли из статанного орудия Труба на нашем доме тряснула, как будто в нее попал снаряд Рассыпаясь, обломки ее прокатились по черепице, и мгновенно появилась груда красных черепков на клумбе, под окном моего кабинета Мы с женой стояли ошеломленны Субтитры создавал DimaTorzok